Скажем так, добывать победу непростую. Ваш комментарий к своим действиям и действиям политехники? Ну, сначала игрокам, да, да, да. Ну, хочу сказать, что первую половину мы сыграли хорошо, сделали отрыв, чувствовали себя хорошо и в защите, и в нападении. Во второй половине получилось, что дали забить легкие очки, где-то опустили свои же подборы, ничейные мячи, и поэтому дали догнать сопернику. Но в концовке собрались и выиграли эту игру, это была тяжелая игра. Кто из политехников больше всего доставил неприятностей, на Ваш взгляд? Ну, они играли командно, я не могу выделить кого-то одного, там 3-4 человека, которые могли забить в любой атаке, и трехочковый, и штрафной, и поэтому одного не могу выделить. Спасибо. Спасибо. По поводу игры с политехником, относительно недавно вы были в Харькове, так сказать, добыли достаточно легкую победу, сейчас победа далась в дополнительной пяти минутке. Вы сыграли хуже по сравнению с прошлым разом или политехник либо? Нет, хороший матч, мы просто играли позавчера игру, политехник был чуть свежее, на мой взгляд. Мы когда выполняли тренерские установки, три четверти играли нормально. Потом где-то сказалась какая-то усталость, некоторые игроки выпали из обоймы, пришлось играть коротким составом. И они чуть-чуть, ребята чуть-чуть подустали, не забивали легкие мячи и фолы, тоже много фолов намазали. Плюс политехник, конечно, прибавил в плане свежести, в плане агрессии, то есть они брали подборы у нас, делали быстрые отрывы на то, что мы обращали внимание. Но наших игроков уже чуть-чуть их не хватало, сразу что-то на концовку. Для вас это очень важная победа, вы уже боретесь за попадание в четверку, так сказать. А любая победа для каждой команды, она всегда важная. Мы ставим цель перед каждой игрой, поэтому мы так далеко не смотрим, но каждая команда, конечно, хочет занять более высокое место. Как и Харьков тоже, видите, обыграли Кременчук, сегодня очень хорошо играли, поэтому тоже вам желаю побед в дальнейшем.